Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дорожной разметке. Очень хорошо, когда мы овладеем этим инструментом, и какие-то вещи мы будем замечать гораздо раньше. Например, какая-то разметка нам может дать понять, что полоса закончится раньше, чем это даст понять знак. И начнем с одинарной сплошной линии. Одинарная сплошная линия, где она может использоваться, как она может использоваться? Она может разделять потоки попутных направлений и встречных, как здесь, посередине идет одинарная сплошная. Но только в том случае, если на дороге не более двух полос. Если будет три полосы, четыре, тогда уже одинарная сплошная не будет делить попутную и встречную. Это раз. Второе, одинарная сплошная может отделять край обочины, как здесь видите. И справа, и с левой стороны край обочины отделяет одинарная сплошная линия. Далее, она может разграничивать парковочные места. Это тоже одинарная сплошная. Может отделять попутную и попутную. Здесь встречную отделяет двойная сплошная, а попутную отделяет одна сплошная. И как вы думаете, можно пересекать ее или нет? Можно. В каких-то случаях можно пересечь одинарную сплошную. Первое, если она обозначает край обочины. Второе, если мы заканчиваем обгон. Например, мы вышли на обгон, у нас была прерывистая разметка. Через какое-то расстояние мы видим, что пошла, уже скоро начнется сплошная линия. И в виде исключения мы можем закончить обгон, вернуться на свою попутную сторону. Но я думаю, это логично. Дальше. Если она разграничивает парковочные места, то мы можем пересекать ее при маневрировании. Если мы немножко заденем ее колесом, ничего страшного в этом нет. И если она разделяет поперечное, поперек идет парковочное место, мы можем пересечь ее, выехать из парковочного места. Ну, если будут у нас два парковочных места сразу же, да? И мы можем тогда выехать из парковочного места и пересечь поперечную линию сплошную. Но, а эти линии мы только при маневрировании. Только если заезжаем на парковку, тогда их можем пересекать. Ну, или выезжая из парковки. Ничего в этом страшного нет, не пугайтесь. И что еще сказать про одинарную сплошную? Да, в принципе, ничего сложного тут нет. Нет, важно понимать, что по умолчанию ее не пересекаем. Если заканчиваем обгон, пересекаем, можем пересечь. Если край обочины, тоже не бойтесь ее пересекать. Но если парковочные места она разграничивает, тоже, пожалуйста, пересекайте. Гребенчатая линия обозначает край обочины. С левой стороны, если разделительная полоса идет, то тоже может быть край обозначен гребенчатой линией. Разметка рифленая и выпуклая. Если мы колесом на нее наезжаем, автомобиль начинает вибрировать. Очень удобно, если мы едем в каких-то сложных условиях. И эта разметка нам здорово поможет. Сильный туман или дождь, снегопад какой-то. Тогда колесо наезжает на разметку, машина начинает трясти, и водитель понимает, что он уже уходит с дороги. Ну и если уже такое состояние начинает, когда мы начинаем засыпать, эта разметка нас тоже не может на какой-то промежуток времени вернуть в чувство. Конечно, в таком случае, если вы хоть раз-два так на нее заехали и пробудились от этого, сразу же останавливайтесь, ищите безопасное место. И уже с этим шутить не стоит. Дальше. Сплошная линия. Она может быть широкая или прерывистая, неважно. Вообще широкие разметки выделяют какую-то обособленную полосу или выделенную полосу. В данном случае полоса для левого поворота выделена широкой разметкой. Перед перекрестком она будет сплошной, до перекрестка она будет прерывистой. И эта полоса для левого поворота. Что если мы едем по дороге, и вы видите, что ваша полоса стала выделяться широкой разметкой. Скорее всего она закончится, она уйдет куда-то в сторону, как здесь. И заранее, еще до сплошной линии, попытайтесь перестроиться. Про прерывистую мы чуть позже поговорим. Сплошная линия, запомните, сплошная широкая линия, это какая-то выделенная полоса, это будь то полоса общественного транспорта, будь то полоса для поворота, это полоса торможения или полоса разгона, но широкая, она выделяется, когда уже перестраиваться из нее нельзя. Двойная сплошная линия, двойная сплошная линия разметки разделяет потоки попутных и встречных направлений, только попутных и встречных направлений, в том случае, если на дороге по меньшей мере 3 полосы, 3 или больше, 3, 4, 5 полос, 6, тогда попутно и встречно будет выделяться двойная сплошная разметка. И пересекать ее нельзя, потому что она край обочины не разграничивает, она не может быть такого, что прерывистая, а потом начнется двойная сплошная, поэтому тут условий нет таких, когда мы можем ее пересечь. Что она нам дает, почему именно двойная сплошная? Обратите внимание, перед перекрестком в попутных направлениях тоже у нас обычно сплошная линия, чтобы перед перекрестком уже никто не перестраивался. И как нам этим пользоваться? Водитель, поворачивающий налево здесь, он понимает, что он поворачивает не сюда, не сюда, а за двойную сплошную разметку. Водитель серого автомобиля поворачивает налево и он понимает, что он должен проехать не за одинарную сплошную, а за двойную сплошную разметку. Если будет две полосы, то разницы нет, невозможно будет ошибиться, но это такой сигнал, который нам дает понять, где попутная, а где встречная. Поворачиваем за двойную сплошную, вот это важно, почему она именно отличается от одинарной сплошной разметки, мало кто об этом знает. Сочетание сплошной и прерывистой дает нам понять, что со стороны прерывистой мы можем пересечь и выйти на обгон или что-то объехать, а со стороны сплошной нельзя. И как это используется? Это используется может на извилистой дороге, у одних есть обзор, у других нет обзора, ну на извилистой дороге. И вот в тот момент, когда у нас нет обзора, с нашей стороны будет идти сплошная линия, то есть мы не можем пересечь ее и не можем выйти на обгон, логично, потому что у нас нет обзора. А у встречных в этот момент будет обзор и с их стороны будет прерывистая разметка и они могут обогнать. Вот таким образом она используется. Но также может въезд на парковки, выезд парковки со стороны, где въезд с парковки запрещен, будет сплошная линия, а где можно выехать с парковки прерывистая разметка. Таким образом это можно видеть. Прерывистая линия с короткими штрихами и с длинными штрихами. В чем разница? Короткие штрихи это по умолчанию и длинные штрихи это когда уже разметка будет приближаться к сплошной линии. Также шаги разметки еще различаются в городе за городом, скоростные режимы, но это слишком глубоко. Кто хочет уже это можете отдельно в книжку по правилам приобрести. Там это все расписано настолько подробно, что даже определенной скорости, если больше 50, то шире шаг этой разметки, если меньше 50, то другой шаг разметки. Я думаю это вряд ли кому-то пригодится, но кто хочет углубиться, посмотрите в правилах, там все это подробно прописано. Далее широкопрерывистая разметка. Тут мы уже говорили про то, что широкая разметка, она или полосу общественного транспорта выделяет, как здесь. То есть в целом это выделенная полоса, какая-то выделенная. Сейчас поговорим про эти выделенные полосы. В данном случае автобусная полоса или полоса для транспортных средств общего пользования, это правильнее сказать. И здесь тоже широкая прерывистая разметка. Дальше широкая прерывистая разметка, полоса для легких транспортных средств, например, велосипедная полоса здесь. Далее широкопрерывистая линия, это полоса разгона, про полосу торможения мы уже говорили, это поворот налево или направо. И в данном случае тоже полоса разгона. Мы едем и видим, что наша полоса выделена широкой разметкой. Надо понимать, что она закончится. Через какое-то время будет знак, что полоса будет кончаться. Поэтому лучше заранее уже об этом позаботиться. И вы поэтому раньше поймете, что надо уже перестроиться. До того уже, как увидите знак. Но если полоса торможения, она тоже куда-то уйдет, поэтому нечего вам там делать. Ну и на полосе общественного транспорта тоже вам нечего делать. В полосу для легких транспортных средств вы не влезете. Поэтому знайте, что если ваша полоса начинает выделяться широкой разметкой, нечего вам там делать. Двойная прерывистая линия. Вот двойная прерывистая линия, она выделяет полосу с реверсивным движением. На дороге есть полоса с реверсивным движением, таким образом она выделяется. Далее желтая сплошная линия, запрет остановки. Неважно, она будет со знаком или без знака, это в любом случае запрет остановки. Желтая прерывистая, это запрет парковки. Если знак у нас присутствует и он будет вместе с разметкой, тогда знак будет действовать до конца этой разметки. Желтая прерывистая, знак будет действовать до конца этой разметки. Как мы помним, если знак у нас отдельно будет без разметки, то он будет действовать до перекрестка. Если с прерывистой линией, тогда до конца этой прерывистой линии. И даже если зимой снегом все замело, но вы знаете, что эта разметка здесь была. Ничего подобного. Если ее не видно, значит ее нет. Значит знак так и продолжает действовать до перекрестка. Ну хотите, откопайте. Дальше остановка транспортных средств общего пользования. Желтая зигзагообразная линия. Остановка для транспортных средств общего пользования. И разметка красная линия, предупреждающая линия. Для пешеходов. Может быть видели. Я на каких-то трамвайных остановках уже замечал, что есть. Чтобы близко не приближались к проезжей части в целях безопасности. Такая стоп-линия для пешеходов. Чтобы они перед ней стояли. За нее не заходили. Желтая зигзагообразная линия дает понять, что здесь лучше не останавливаться. А вообще нельзя останавливаться, если за нами едет автобус. За ней можем, перед ней можем остановиться. Был вопрос такой раньше в тестах, что если у нас образовался затор, можем мы ли остановиться на вот этой автобусной остановке, отмеченной желтой зигзагообразной линией. Правильный ответ можно. Потому что все равно, как автобус, он же с неба сюда не попадет. Вы можете на ней остановиться с потоком движения и потом продвинуться дальше. То есть не надо оставлять ее свободной, если пробка. Ничего в этом такого нет. И далее зона запрета парковки. Место, которое надо дополнительно выделить для запрета парковки. Для особо одаренных, как я это называю. Но товар привозят или скорая помощь выезжает. Ну вообще даже на минутку нельзя туда ставить. Это дополнительно. Место, которое надо выделить для запрета парковки. Может быть что-то подобное. Здесь тоже, может быть, часто ставят машины. Это создает кому-то дискомфорт. Или может какой-то грузовик здесь поворачивает. Или этим машинам будет мешать выехать. И здесь ни в коем случае машину не паркуем. Далее стоп-линия. Может быть стоп. Буковками написано. Это значит, что дальше где-то будет знак. Остановитесь и уступите дорогу. А эта разметка дает нам указание, чтобы мы могли что-то раньше увидеть, понять. Потому что часто водители на разметке лучше ориентируются, чем в знаках. Знак можно легко не заметить. Эта разметка, ну в принципе, ты смотришь, куда едешь. И на асфальте некоторым проще это увидеть. И стоп-линия уже чисто, как мы ее привыкли видеть. Она опять же дает только силовую нагрузку, когда она с чем-то. Например, со знаком стоп. Или со светофором. Если светофор не работает, то стоп-линия нас не интересует. Но если светофор есть, он будет загораться красным, тогда становимся перед стоп-линией. Если есть стоп-знак, тогда становимся перед стоп-линией. Это уже специальное место. О вас уже позаботились, где ваше внимание, в каком месте ваше внимание будет наиболее важно. Дорожная разметка. Стоп-линия для знака уступи дорогу. назовем ее так. Если у нас знак «Уступи дорогу», то останавливаться мы не обязаны. Мы можем проехать сходу, если никого нет. Но если мы будем вынуждены остановиться, чтобы кого-то пропустить, тогда мы должны будем остановиться именно здесь, именно в этом месте. Но если никого не будет, проезжайте сходу, не останавливайтесь. И на асфальте также может быть изображен знак «Уступи дорогу», который нам будет давать понять, что дальше где-то будет этот знак. И это стоп-линия, так скажем, в иных местах, где, если у нас пешеходный переход, объясню так, что останавливаться вы должны перед пешеходным переходом. Но если будет вот эта стоп-линия, в случае отсутствия каких-то светофоров или знаков, то вы должны остановиться вот именно перед этой стоп-линией. Это раз. Перед пешеходным переходом может использоваться. Перед пересечением с велосипедной дорожкой. Перед железнодорожным переездом. Если мы, например, если у нас нет на железнодорожном переезде шлагбаума, нет у нас никаких знаков, и если нам надо будет останавливаться, чтобы пропускать поезд, мы должны остановиться на расстоянии меньше 5 метров от железнодорожного переезда. Но если будут эти линии, тогда останавливайтесь перед этими линиями. И на перекрестке, например, перекресток равнозначных дорог. И если будут такие полоски, тогда останавливайтесь перед этими полосками. Там нет светофора. Помним, на равнозначной перекрестке это знаки, где правила правой руки действуют. Эти стоп-линия будут показывать, где остановиться на равнозначной перекрестке. Или на каком-то, может быть, просто перекрестке, что обычно мы заезжаем, чтобы пропускать встречных, мы должны остановиться на серединке и подождать, пока встречные проедут. Если стоп-линия будет где-то вынесена, останавливайтесь перед этой стоп-линией. Например, здесь, перед перекрестком, она была бы нанесена вот здесь. Это значит то, что, чтобы пропустить встречных, нам не надо заезжать на перекресток, дожидаемся вот возле этих линий. И далее пешеходный переход. Думаю, всем понятно. И бывает еще двухсторонний пешеходный переход. Это значит, что пешеходы должны придерживаться этих стрелок. Здесь попутная сторона, здесь встречная. У нас нет таких масс пешеходов, которые переходят дорогу, а в больших городах, где, может быть, несколько сотен пешеходов, сразу за раз переходят. И там это будет принципиально важно. Здесь у нас пересечение с велосипедно-пешеходной дорожкой. Обратите внимание, где пешеходное и велосипедное движение не разделено, они вперемешку здесь. Вот такие прямоугольнички будут идти. А если есть разделение, есть велосипедно-пешеходная дорожка, тогда будет именно такая разметка. Велосипедно-пешеходная. Вообще, чуть дальше будут квадратики. Это пересечение с велосипедной дорожкой. Как мы видели эти прямоугольнички, это зебра, пешеходный переход. Но если это мы совместим, велосипедно-пешеходная дорожка, здесь велосипедисты переезжают, здесь переходят пешеходы. И может быть с одной стороны эти квадратики могут быть с другой стороны. Вот и вся разница. Регулируемый пешеходный переход. Регулируемый это значит светофор есть. Пешеходный переход со светофором. Тоже раньше в тестах было так, что спрашивалось, что это за разметка. Но не было светофоров нарисовано. Спрашивалось просто чисто про разметку. И многие отвечали неправильно, потому что думали, ну тут же светофора нет. Ну в тестовом вопросе спрашивалось именно про разметку. Поэтому тоже примите это к сведению. Дальше. Синяя разметка. Въезд в зону платной парковки. Поперек парковочной какой-то площадки идет или просто поперек дороги. Въезжаем в зону платной парковки. Это вам дополнение. 40 см. Довольно-таки широкая линия. В дополнение будет еще знак. Но разметка вам будет раньше давать это понять. Или не каждый, проезжая под мостом Кристины Кескус, обращает внимание, что там висит знак. Зона платной парковки. И в какой-то момент эту разметку наносят. Многие вопросы задают. А что это за разметка такая синяя? Ну это как дополнение, чтобы водитель видел. Ну быстро это все стирается. Красная широкая линия. Тоже 40 см. Въезжаем в зону ограничения скорости. Например, зона 30 км в час. Это дополнение. В редких случаях это можно увидеть. Я видел раньше город Курасара. Там была такая разметка. Сейчас вроде бы не было. Последний раз я ездил. И начало зоны и конец зоны. Когда мы въезжаем и выезжаем, все обозначается этой разметкой. Очень удобно, чтобы водители понимали, что въехали в зону ограничения какого-то. И здесь у нас жилая зона. Въезд в жилую зону. Двойная широкая линия. И тоже поэтому можно понять, что мы выезжаем. И при выезде тоже разметка нам даст понять это. Но знаки тоже дополнительно должны быть. Тоже в одном дворе буквально увидел у нас где-то на майке такую разметку. Не знаю, из каких соображений. В основном это никто не делает. Но может быть в обозримом будущем у нас будет больше таких разметок. Далее. Зона пересечения проезжих частей. И тут разные варианты могут быть. И так, и так, и так. Это значит то, как мы можем с этим по этому ориентироваться. Если у нас затор, не останавливайтесь на перекрестке. На кадыка поезда когда-то были эти разметки. И там две полосы, попутные и встречные, только и автобусные остановки постоянно без автобусных карманов. И автобус останавливался, и за ним целый ряд машин останавливался. И многие водители это делали прямо на перекрестке. И пока все стоят, отсюда водители не могли выехать. Если у нас будет этот перекресток свободным, то тогда водители могут в пользу случаем как-то проехать. Или повернуть. Или отсюда повернуть. Поэтому, вы знаете, если увидите, точнее, даже если этого не будет, когда затор, оставляйте свободным перекресток. Но если будет, тогда тем более. Это просто как напоминалка такая, которая дает нам понять. И очень удобно, когда стрелки данные на асфальте. Мы заранее тогда понимаем, куда какая полоса идет. И нам не надо смотреть даже знаки, которые у нас. Они будут, конечно, дублироваться. Знаки сверху будут висеть. Куда какая полоса пойдет. Но по разметке мы можем раньше понять. Стрелки показывают, в данном случае 961, 962 показывают, что надо заканчивать обгон. И 961А, 962А показывают, что полоса разгона заканчивается. И здесь мы посмотрим двухполосная дорога. И в попутном направлении она будет становиться однополосной. И по этим стрелкам надо понимать, они заранее будут. Что полоса скоро закончится. Очень удобно. Аналогия такая же с полосой разгона. Просто стрелки по-разному выглядят. Равнозначный перекресток. Крестика. Равнозначный перекресток. Это дополнение. Опять же, сильно не рассчитывайте. Где это наносят, где это не наносят. И потом с учениками начинаешь ездить. А где это? А что это тут крестиков нет? В каких-то случаях есть. Очень удобно, здорово. Удобно ориентироваться. Но может их и не быть. Не рассчитывайте на это особо. Далее. Белая зигзагообразная линия. Приближение к пешеходному переходу, к пересечению с велосипедной дорожкой или велосипедно-пешеходной дорожкой. Примите к сведению, что вы приближаетесь к пешеходному переходу. Тоже не так часто ее наносят. Но если увидите, не пугайтесь и знайте, что это просто ваше дополнительное внимание требует. Эта разметка требует ваше дополнительное внимание. БАС. Это полоса для транспортных средств общего пользования. На пешеходной дорожке показывают, где пешеходы, где велосипедисты передвигаются. Но очень удобно. Потому что знаки не каждый смотрит, чтобы разграничивать, где идут пешеходы, где велосипедисты. Парковочное место для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата. Номера дорог на асфальте тоже могут быть написаны. Ограничение скорости очень удобно, когда она именно на асфальте. И здесь так называемая трещотка. Мы дальше покажем, как она может использоваться, чтобы ваше внимание как-то привлечь. И здесь приближение к ремонтным работам. Приближение к ремонтным работам. Вот разметка трещотка. Она указывает водителю на то, что мы приближаемся к какому-то опасному месту. Опасному перекрестку, к аварийному участку дороги, к пешеходному переходу опасному, к железнодорожному переезду. Разные варианты могут быть. И когда машина наезжает, такие характерные звуки идут и вибрации автомобиля. И чтобы мы проявили внимание. Ну и вот мы тоже говорили про эти пешеходики и велосипеды. Здесь велосипедная дорожка, здесь пешеходная. Направляющие столбики. Круглые обозначения с левой стороны, полосочки прямоугольные с правой стороны. Белые столбики с белым светоотражающим эффектом. Они в обычных условиях. И если желтые, тогда это какое-то опасное место. И очень удобно, в темное время суток, когда мы едем, трасса, она прямо светится. И мы видим, если идет какой-то поворот дороги, мы сможем на это реагировать заранее. И очень удобная вещь. И здесь синяя полоска. Информирует о отворотке. Какой-то частный футер одинокий, частные владения какие-то, придорожную территорию. Ну, если вы даже живете там, и загородная дорога, скорость большая, какие-то плохие погодные условия, можно не заметить эту отворотку. Поэтому не пугайтесь, если какие-то синие точки у вас будут перед глазами пролетать. Так, бордюрный камень выкрашен в бело-черный свет. Тоже, чтобы мы не наехали на этот бордюр, чтобы он был более заметным. И с темой дорожной разметки у нас все. Спасибо вам за внимание. Спасибо.